На первый квартал текущего года планируется две очередных сессии в феврале и марте. Основные вопросы в плане обозначены. На самых основных хотелось бы остановиться, чтобы вы понимали, что предстоит рассматривать довольно-таки важные документы в этом квартале. Первый вопрос будет рассматриваться уже буквально сегодня. Это рубки сноса зеленых насаждений на территории Ачинского района и оплата их компенсационной стоимости. Василий Васильевич расскажет, насколько важен этот проект и нужен. Также планируется рассмотрение и внесение в райсовет стратегии социально-экономического развития Ачинского района до 2030 года. То есть тоже важный стратегический документ, который объемный, который вам предстоит изучить и рассмотреть. Также планируется изменить положение управления муниципальной собственности. Это заявлено администрацией Ачинского района положение, то есть аккумить, так проще говоря, изменить, внести изменения. И также планируется внести изменения в устав Ачинского района в связи с изменениями в действующем законодательстве. То есть так как прошли изменения в последние полгода, мы обязаны в течение шести месяцев наш устав переводить в соответствие с действующим законодательством. Также подчеркну, что на ближайшей сессии, которая планируется на 12 февраля, мы планируем сделать депутатский час. Мы вам дали время немножечко войти в вашу депутатскую статус, понять, немножечко освоиться и начинаем вводить такие вот нормативно-правовое обучение. Будет три вопроса обозначено по заданным вами вопросам ранее. То есть поступал вопрос от депутата, потому что необходимо обозначить вопрос по основным принципам формирования бюджета Ачинского района. То есть не все понимают, как он формируется, на каких программах, как он базируется, как он утверждается. Поэтому небольшая, буквально 10 минут, 15 по вашим вопросам будет так поставлена. Далее, основные положения антикоррупционного законодательства в отношении лиц, замещающих муниципальные должности. То есть вы все лица, замещающие муниципальные должности на сегодняшний день. Это довольно-таки обязывающие положения, поэтому вы обязаны придерживаться положений антикоррупционного законодательства, в частности конфликта интересов. Ну и также я расскажу вам о вопросах по заполнению сведений о доходах, которые вам всем предстоит сдать, независимо от того, на постоянной основе работаете здесь в совете или нет, всем сдать до 30 апреля. Вопросов понимаю, что будет много, поэтому сегодня я вам после сессии будет время раздам всем памятки, которые вам помогут собрать данные, которые нужны. То есть вы их уже можете начать собирать, даже нужно их уже собирать сейчас, а сдать их должны быть до 30 апреля. Конечно, мы всем поможем, приходите с вопросами, звоните, и чем раньше, тем больше.